Как ваше настроение? Сегодня вышла прямой эфир с экспериментом. Я никогда это не делала в прямом эфире, он часто на мастер-классах. Сейчас мы попробуем. Во-первых, порошок, который у нас сейчас производится в новой компании. Это немножко другая немецкая компания до этого была. Дрека Верн, по-моему, как-то так она называлась. И пока я не изучила порошок Гринли Гном Хо, который я, честно, еще не совсем поняла и не совсем изучила в плане составов и так далее. Поэтому мы сегодня просто как эксперимент посмотрим, вообще как он работает, как он растворяется, пахнет или не пахнет, а потом уже изучим детально. По составам хочу сказать, что мы берем такой обычный порошок из магазина, берем наш порошок на основе растительных компонентов, биоминералов и биоферментов. И вот этот порошок здесь в основном биоминералы содержатся, и там, амилазы, протазы и так далее, и ферменты. Вот. Сейчас мы будем использовать, ну, водичка такая вот, градусов 50-60. Здесь бриллиантовая зелень, раствор в воде. И посмотрим, что у нас с вами получится. Так, перевожу экран. Так. Этого берем поменьше. Половинку. Так. Этого берем точно так же. Не сильно много. И этого берем больше всех. Потому что, ну, так не ловишься. Ну, давайте еще добавим. Раз не ловится сразу. Вот так. И начнем нашу стирку. Так, Ситуль, тебе вот задача. Постирать. Стираем, стираем, стираем. Что вообще можно сказать, да? Во-первых, то, что порошки вот эти вот идут концентрированные, этот еще более концентрированный. Смотрите, результат. Что видите? Чем он отличается от тех порошков, которые у нас были раньше? Он отличается тем, что у него гранулированная формула, то есть он вообще не пылит. И я заметила на ручной стирке, что он действительно очень хорошо справляется с неприятными запахами. Тут у нас не видно, да, проект? Действительно, не справляется, справляется очень легко с неприятными запахами и очень быстро растворяется. То есть его как будто практически уже нет. Так, мы смотрим, что вообще это специфический порошок. Он сделан в Нидерландах. Он больше, да, создан именно для жесткой воды. Я взяла нашу водопроводную воду. Я уже пробовала данный эксперимент. Он будет работать, этот порошок, но значительно дольше, чем получается вот этот. Если просто посмотреть, то он уже светлеет. Смотрите, этот уже белый. Давай, посмотрим. Да, этот примерно одинаковый, да? Одинаковый. Но то, что здесь действительно разнится, это, во-первых, запах. Тут очень много плавых частичек. Он вообще не растворяется. Здесь мы смотрим практически прозрачная водичка. Есть еще всего лишь там где-то пару частичек, которые не растворились. В общем, все, что осталось. И здесь мы смотрим. Он тоже очень хорошо растворился. И этот порошок вообще не пахнет. То есть у него нет никакого запаха неприятного. Ну что, еще немножко постираем, постираем, постираем. Посмотрим, что у нас выйдет. Может, у нас что-то интересное получится. Так. Давайте я просто тут приближу. Как-то это? Сфокусировать камеру хорошенько. Насколько прозрачная водичка. И как реально быстро он растворился. Его вообще практически нет. Это значит, что он точно так же легко выполаскивается из ткани. И вообще не надо бояться брать именно порошкообразную структуру. Не налегать на геле. Кстати, геле не рекомендуют в принципе, да, в возрасте до 3 лет. Лучше все-таки детям покупать порошки. Именно те, которые очень хорошо растворяются в воде. Так. Что у нас интересного? Тут уже практически поделела водичка. Да. И смотрите, она хоть немножко мутненькая, да, но там реально нету вот таких плавающих частиц, которые застрянут в волокнах тканей. И он должен хорошо выполоскаться. Что мне нравится, вот если у этого есть такая слабенькая душка, но которая все равно не будет чувствоваться на сухом белье, то на этом нету вообще никакой душки. Так. Так, а здесь у нас, ну, корзиноватая водичка, вот на этом остаются такие частички, хлопья. Видите, они все плавают. Да. И по составу здесь опавы содержатся химического происхождения, никаких растительных компонентов моющих здесь нет. Да, они также, как вот с этими частичками, не выполаскиваются, остаются в тканях. И что опасно, положи, они вызывают не только аллергии конкретно сейчас, они накапливаются в органах и тканях. Это открытая информация, которую можно прочитать. И они содержат фосфаты, ну, не фосфаты, в честном виде, а фосфонаты. То есть это не сказать, что не фосфатный порошок, это маркетинговый ход, если в составе есть фосфонаты и пишут, что он безфосфатный. Ну, давайте теперь все посмотрим. Здесь, если посмотреть, все-таки, да, вода как будто бы побелее. Здесь, смотрите, как мыло, да, как будто бы мыло. Здесь вот так. Ну, все видно, все очевидно. Вот такой вот сегодня получился у нас прямой эфир. Жаль, нельзя вам передать запахи. Да, можно было бы еще и на живом мастер-классе послушать. Мне классно, очень понравилось, что он практически не пахнет. Не то, что практически не пахнет, у него почти нет запаха. Самый редкий запах, конечно, вот в этом прыжка. Ну, все, эфир сохраняю. Всем пока-пока. Хорошего, отличного дня. Субтитры создавал DimaTorzok